В Тверской области дополнительно еще одна молодая семья улучшит свои жилищные условия. При региональной поддержке новоселье отметят в Фировском районе. Это стало возможным за счет экономии средств. Ранее сертификаты для решения жилищного вопроса получили 187 Верхневолжья из 33 муниципалитетов. О том, что необходимо, чтобы получить государственную поддержку, узнала наш корреспондент. Жилищный вопрос никогда не теряет своей актуальности. В частности, когда дело касается молодой семьи, которая только начинает жить самостоятельно. Многие вопросы квадратных метров стараются решить, не полагаясь на помощь родителей или властей. Берут ипотеку и стараются накопить необходимую сумму, откладывая зарплаты. Мы узнали у молодежи Твери, какие у них жилищные условия. А как покупали? Выпотеку, сертификат получали? От родственников достался. Живу в своей квартире. То есть приобрели? Да, приобрел. В родительской. А вот когда решишь, может быть, переехать, да, улучшить как-то жилищные условия, вот что бы делала? В ипотеку квартиру брала или как? Дай бог, конечно, нет. А так в ипотеку. Молодым людям просто купить квартиру или нет? Просто. Не просто. А почему? Ну, работа все-таки. Больше тратится времени на работу. Нет свободного времени. А вот накопить средства? Первоначальный капитал как-то был? Опять же, это все зависит от работы. Какая зарплата у нас в городе. Ну, то есть вот со своей, например, работой достаточно будет накопить? Нет. Нет. Тем не менее, государство предоставляет определенные возможности тем, кто нуждается в собственном жилье. Одна из таких – жилищные сертификаты. Их можно направить на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, частично погасить его или компенсировать собственные затраты в случае рождения или установления ребенка в течение года после приобретения жилья. Сертификаты на приобретение или строительство жилья – одна из ключевых мер поддержки в демографии Тверской области. За прошедшие пять лет улучшить жилищные условия смогли около 700 молодых семей участников программы. Чтобы участвовать в программе по улучшению жилищных условий, необходимо соблюсти некоторые условия. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. Молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также наличие доходов, позволяющих получить кредит. По данным Комитета по делам молодежи Тверской области, с 2021 по 2026 годы запланировано улучшение жилищных условий более чем у тысячи молодых семей Верхней Волжи, из которых около 30% – это многодетные семьи. К слову, средний размер социальной выплаты составляет 680 тысяч рублей. На прошедшем заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя сказал, что деньги, которые выделяются на программу по улучшению жилищных условий, используются в полном объеме. Дополнительные средства на жилье для молодых семей, которые выделяются, максимально полно использовали деньги, которые нам были предоставлены федеральным центром. Мы дофинансировали программу, чтобы деньги были полностью использованы. Для молодых семей с детьми действует льготная ипотека, которая позволяет взять жилищный кредит под более низкий процент. Ставка составляет 6%. Программа будет действовать до конца 2023 года. Максимально возможная сумма займа для Тверского региона – 6 миллионов рублей. Помимо этого, если в молодой семье после 1 января 2019 года родился третий либо последующий ребенок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Выплата составляет 450 тысяч рублей.